Привет, Рашид. Привет. Сегодня я хочу записать интервью специально для моих подписчиков. Вот связался с Рашидом. Рашид уже очень давно занимается интернет-бизнесом и вот сегодня он решил со мной поделиться своими секретами, как сейчас нужно зарабатывать, что сейчас в тренде, ну и что вообще будет работать как бы всегда и везде, можно так сказать. Да, дорогие друзья, еще раз всем привет. Вячеслав, тебе отдельное огромное спасибо за приглашение. Так, ну давай с вопросиков тогда начнем. Сейчас очень много вариантов начать бизнес, но 97 процентов как начинающих прогорают, не зарабатывают на этом. И хотел бы узнать у тебя с чего начать вот таким людям, то есть не смогли ничего сделать, то есть пробовали что-то сделать, у них ничего не получилось, то есть вот какую-то, может быть, дайте им инструкцию, как все это запустить и начать. То есть смотри, сейчас вот, наверное, речь идет вот о чем. Как бы, ну, принято считать, что в стране кризис, людям не на чем зарабатывать, многие пытаются начать бизнес, но статистика показывает, что примерно 97 процентов людей, они, у них ничего не получается. Вот. Ну да, вот есть такая большая проблема у новичков, и я сам через это через все прошел, я знаю, как это тяжело, и, в общем-то, почти два года относился к этим самым 97 процентов, у которых не получалось. Вот. Так что, друзья, если у вас сейчас ничего не получается, могу сказать одно, что это нормально, это не повод, чтобы сдаваться, потому что сдадитесь вот на промо-такте, когда вы только начинаете, ну, это считаете, что все, бой проиграл. Остается либо сдаться, либо принять еще одну попытку. Это да, то есть надо всегда, как думаю, идти к своей цели и не бросать на полпути то, что уже начал, как бы, ну, если не принесло каких-то результатов, продолжать действовать. Да, это в любом случае, в любом случае. И вот, как бы, еще один вопросик, вот почему именно свой бизнес лучше, чем работа по найму? Многие люди считают, что лучше устроиться по найму, свой бизнес это тяжело, как бы, поэтому не идут туда. Ну, вот сейчас я могу сказать, дать на это вопрос ответ, причем не по книжкам, а по опыту. Да, ты работаешь по найму, там, это знаешь, это, ну, вот, допустим, ты орел, да, но тебя поймали, отрезали крылья, посадили на постоянное питание. Все, ты уже не орел, да, ты был раньше гордой птицей, но все, теперь уже не орел. Но у тебя есть стабильная кормушка, вот это работа по найму. Когда у тебя свой бизнес, тебе приходится учиться летать. Вот реально делать вещи, которые сначала кажутся сложными, но если ты это освоишь, ты будешь свободным. И вот сейчас в нашем мире принято считать, что деньги это основы свободы, да, что главная цель, которой стоит стремиться, это, ну, решение финансового вопроса, потому что без этого дальше никуда. Вот, когда ты работаешь по найму, тебе платят определенные деньги, но их не хватает, чтобы реализовать большинство твоих, там, амбиций, мечтаний и так далее. То есть здесь тебе как бы отрезают крылья и все, ты находишься вот, ну, там, где ты есть. И двигаться дальше вверх сложно. То есть либо сложно, либо невозможно. Когда ты начинаешь свой бизнес, да, там сначала трудно, но зато ты понимаешь, что деньги – это фундамент, но еще не весь дом. Деньги – это важно, но это еще не вся жизнь и это не цель твоей жизни. Помогает тебе жить свободнее, реализовать то, что, блин, вот важно именно для тебя. Ты захотел, там, я не знаю, захотел элементарно переехать в более комфортное жилье без всяких ипотек. Сначала бизнес, некоторое время поработал, у тебя это получилось. Ну, это все как бы материальные цели. Ты захотел съездить куда-нибудь в Тибет, да, чтобы обрести просветление. Понятное дело, что для этого нужно свободное время, а чтобы было свободное время, нужны обязательно деньги в таком количестве, чтобы ты мог себе это свободное время позволить. И в итоге, опять же, чтобы эти деньги у тебя были, работать по найму – это бессмысленно. Там у тебя есть финансовый потолок. Когда ты открываешь свой бизнес, финансового потолка нет, ты полностью свободен. Ну да, да, это вот самое интересное, что это свобода. Свобода передвижения, особенно в интернет-бизнесе. Да, да. Если говорить о свободе, да, вот раньше, чтобы твой бизнес приносил тебе свободу, надо было как минимум основать компанию, в которой работают умные люди. Люди, которые вот умеют скалывать на идею, при этом не просто руками, но еще и головой. Сегодня этих людей частью можно заменить сервисами. То есть вот в этом главный плюс сегодня в бизнесе легче обрести свободу. проще и быстрее выйти на вот именно свободный стиль жизни. Да, да, согласен. Сейчас автоматизация, все это уже гораздо проще, чем было раньше что-то сделать. Сейчас вот есть очень много вариантов старта своего бизнеса. В принципе, когда вот наступил такой момент, и интернет-технологии, связанные с бизнесом, стали доступнее, вариантов заработка. И они думают, что вот сейчас я там начну какой-то бизнес, партнерки или еще что-то, и будет у меня финансовая свобода. Но в итоге люди обжигаются, и у них что-то не получается. Потом, давай-ка вот я вступлю в какую-нибудь MLM-сеть, буду сетевиком, наберу команду людей, но опять же сталкиваются с тем, что людей набрать сложно, и миллионы, которые были в мечтах, они куда-то вдруг испарились, и ничего опять не получается. Потом решают заняться товаркой или еще чем-то, но беда в том, что есть определенные трудности, из-за которых бизнес стартовать не получается. Вот, но путем вот этих вот проб и ошибок, да, через которые мы проходили, мы выяснили, что есть несколько ниш, где может стартовать фактически любой новичок. И один из них – это бизнес на интернет-магазинах. То есть люди, они по сути любят что-то покупать, и есть ниши, где люди покупают всегда. Вот определенная аудитория покупает всегда через интернет. Ну да, да, есть такие люди. Да, причем вот мы немножко даже удивились, но запустили интернет-магазины вот сами с нуля в определенных нишах. Их несколько, но две сейчас самые те, востребованные вечно зеленые, так скажем так. Мы удивились, что, блин, просто заявки капают. Вот. А потом, когда наши ученики, которые стартовали с нуля, тоже запустили интернет-магазин в этой же нише, у них, по сути, вот эта схема повторилась. То есть по 20-30 заявок в день капают, и они даже приостанавливают рекламные кампании, чтобы… Не успевают справиться, конечно. Да, да. То есть вот представляешь себе, у тебя магазин, и в нем клиентов в полный зал, и ты уже прикрываешь лавочку, чтобы с этими клиентами разобраться. Да, это классно. То есть вот раньше мы этому удивлялись. Ну, как так? Вроде бы и конкуренция высокая, и в рекламу не особо много вкладывались. Но, блин, вот это по факту получалось так. Со временем мы разобрались, в чем дело. Дело как раз в спросе. Вот. И когда мы поняли, что это может сработать и у других людей, мы решили собирать команду из людей, у которых либо есть задатки принимательского мышления, либо есть потенциал. Но вот они еще пока просто его не раскрыли. Ну, понял, понял. В общем, решили собираться и набирать в команду людей, благодаря которым просто будем потихоньку захватывать эти люди. Вот. И получается, что всем хорошо. И нам, и нашим партнерам. Потому что всех прибыли. Всех людей. Интересно. А можешь сказать, в каких нишах лучше сделать вот этот интернет-магазин, чтобы вот так вот было куча клиентов, чтобы можно было, как говорится, их постоянно не искать, они сами шли к себе, и ты уже потом, как говорится, закрывал лавочку, чтобы их обработать. Угу. Ну смотри, вот на самом деле таких ниш много, и чтобы их найти, надо тестировать. Ну вот, хорошая новость заключается в том, что мы эти ниши уже тестировали вдоль и поперек, и выявили, как я уже говорил чуть ранее, две суперниши, в которых спрос есть всегда. Первая ниша – это автотовары. То есть, ну вот сам по сути, да, вот только по России автовладельцев больше 40 миллионов человек. Представляешь? Ну это да, тема всегда актуальная, то есть машины постоянно ломаются, то есть надо что-то, запчасти где-то покупать, чинить их, да. Смотри, вот эти вот, ну будем говорить грубо говоря, да, 40 миллионов человек, толпа 40 миллионов человек. У них эти автомобили со временем изнашиваются, ломаются. Они хотят делать апгрейд, тюнинг, что-то дополнительно покупать. Покупают различную автохимию, да, там, антидождь, освежители в салонах, все такое круто. Да, 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 это огромный рынок. А теперь зацени, что ты хотя бы возьмешь, ну, тысячную долю из этого рынка, и они будут твоими постоянными клиентами. То есть они будут покупать у тебя через интернет по определенным регионам или по одному определенному региону, неважно, они будут тебя покупать. Вот эти самые автозапчасти, которые нужны, да, для автомобиля, возможно, автохимию и еще что-то. То есть они постоянно будут, в принципе, идти, продукт, если они уже один-два своего купили, как говорится, качество оценили, то есть они будут постоянно им покупать. Вот, то есть вот тебе первая ниша. Смотри, здесь конкуренции дофига и больше, поэтому самое главное здесь это, ну, побороть вот этот страх конкуренции и просто делать. Потому что ниша огромная, и вот по сравнению с количеством клиентов и количеством конкурентов, да, здесь конкурентов оно очень маленькое. То есть доля конкурентов, хоть и кажется, что большой, но на самом деле здесь можно легко пробить. И вот в этой нише люди у нас как раз получают, там, десятками заявки в день, и есть несколько случаев, когда мы специально по просьбе клиентов приостановили рекламную кампанию на время, чтобы человек мог разобраться с заявками, чтобы менеджеры, которых мы ему дали, успели все это прозвонить. Есть одна ниша. Это, ну, тоже очевидная такая ниша, это игрушки и подарки. Но вот здесь вот есть такая небольшая сезонность, да, то есть вот сейчас как раз идет сезон на подарки, скоро он будет еще больше, еще выше, еще стабильнее. Это вот новогодние праздники. Да, да, новогодние, если подарочки сейчас даем. Вот здесь тоже есть своя тонкость. То есть вот многие люди под Новый год делают вообще просто охренительные скидки. Вот здесь вот есть такая фишка, если ты сделал охренительную скидку под Новый год, ты ее можешь растянуть на еще ближайшие, там, десять или пять покупок того же клиента. То есть он у тебя купил что-то под Новый год, да, ты ему бах, классную скидку. Но там не девяносто процентов, а тридцать процентов. На оставшиеся пять покупок, на следующие пять покупок в течение какого-то срока ты ему делаешь вот эту скидку постоянно. Ну да, интересное предложение, да. Ты от конкурентов продлеваешь срок, как бы тебе сказать, ну не срок жизни покупателя, да. Вот продлеваешь тот срок, когда один и тот же клиент приходит к тебе и покупает, в то время как у конкурентов вот они вынуждены цены скидывать еще дальше и дальше, а у тебя те же клиенты просто берут и покупают. Ну да, то есть ты уже утеплил, как говорится, и уже скидочками их у себя оставляешь. То есть они уже не пойдут никому больше. Да. Такой вот прикол. Ага, ну еще вот такой вопросик. У новичков, например, возникнут сложности, да, вот с созданием интернет-магазина, то есть на какой площадке все это разместить, какие-то поставщики, то есть чтобы были как доставлять товар, вот это все делать. То есть я вот и сам как бы тоже в этой теме еще не очень сильно знаком, то есть вот для меня было бы интересно, чтобы мне это все делалось через других, например, людей, да. Вячеслав, если ты будешь замораживаться над движком для интернет-магазина, то ты из бизнесмена превращаешься в технаря, а из технаря бизнесмен никогда не получится. Только если вот те, кто разбирается в технических моментах, они всегда будут работать над рутиной, и чтобы они были успешны, нужен человек, который будет ими командовать и управлять стратегически. То есть вот если ты владелец интернет-магазина, забей на движок. Любой движок может быть, главное, чтобы были заказы. Любой дизайн, любой движок. То есть здесь вот совершенно не важно, главное, чтобы все было просто и чтобы шли заказы. Я вот раньше тоже заборачивался, а вот не использовать бы крутую какую-то CMS, купить ее там за 20-30 тысяч рублей, все это все равно окупится. Там есть готовые модули, там есть команда разработчиков, которые все помогут настроить. Вот фрилансерам я не хочу доверять все это, ну лучше я сам там повожусь неделю-две-три, да, но сделаю красивый магазинчик, а потом запускаешь рекламу, блин, она не окупает. То есть все прогорело, как говорится, да? Ну может быть и не все, да, но вот смотри, чем проще движок, тем лучше. Чем меньше ты затрачиваешь свою энергию на технические моменты, тем выше у тебя продажа. В день мозг располагает определенным ресурсом. У каждого эти ресурсы разные, но смотри, если ты потратишь свой дневной ресурс на решение технических моментов, у тебя не хватит просто ресурсов на действия, которые приносят деньги напрямую. Ну да, есть такое. Знаешь, действия, которые приносят деньги напрямую, это не настройка магазина, это продумывание, какие товары ты будешь продавать дальше клиентам, это продумывание того, что ты будешь предлагать людям, когда сезон закончится, это анализ отчетов человека, который занимается рекламой. То есть вот он говорит, сейчас у тебя цена клика выросла, но все это потому, что у тебя вот этот запрос и вот этот, вот этот, они не работают. Ты говоришь, вырубай нахрен то, что не работает, и давай протестируем еще вот эту новую потенциальную аудиторию. То есть вот я продаю там, допустим, автозапчасти, допустим, и от иномарок, да, Nissan. Вот, соответственно, в какой-то месяц появляются вот такие данные, да, статистические, что спрос на автозапчасти Nissan падает, но там, допустим, увеличивается спрос на автозапчасти другой и на маркет. Вот, например, только видишь вот этот тренд, это движение и говоришь, чтобы тебе настроили рекламу вот под эту модель. Соответственно, если ты все рассчитал правильно, то у тебя, когда вот у конкурентов будет спад спроса, у тебя будет, наоборот, рост спроса и рост продажа. Ну, понял. Такой вопрос как раз про рекламу ты затронул. Вот, какие лучше использовать каналы рекламы, то есть как это все настраивать, то есть самому ли это делать, либо с помощью специалистов каких-то уже, то есть как это все человеку, который не знает, реализовать, например. То есть самое тяжелое, сейчас я тоже заметил у людей, что они не могут настроить трафик даже на партнерские какие-то продукты, а тем более трафик на какие-то уже продукты физические, то есть для людей это еще больше проблем, наверное, создает. То есть вот как вот здесь человеку быть в этой ситуации? Ильин, вот для бизнеса я, как правило, рекомендую настраивать рекламу комплексом. Это не исключение, просто вот здесь надо тестировать тщательно. Вот небольшой такой примерчик, да, если ты посмотрел статистику Яндекса, на WhatsApp Яндекс.ру и видишь, что там просто это запчасти именно в Яндексе растет, то настраивать надо Яндекс.Директ и РСЯ, плюс еще ретаргетинг. Понял. Вот также нельзя забывать про социальные сети. То есть это дополнительный инструмент, но вот у нас есть клиенты, которые его используют достаточно хорошо, чтобы у них из 30 заявок в день получалось в два раза больше. Вот. А если у тебя интернет-магазин, допустим, по какой-то нише, да, вот где, ну я не знаю, где аудитория тусуется в основном в e-mail рассылках. То есть вот ты продаешь какое-то программное обеспечение, да, это не автозапчасти, это вообще другая ниша, но программное обеспечение, допустим, для бизнеса и для заработка. В случае, вот как у нас в интернете водится, дать рекламу в e-mail рассылках по заработку и, соответственно, получить какую-то долю продажи. Ну да, это самый простой способ. Вообще вот рекламу лучше настраивать там, где есть целевая аудитория. В нишах, про которые я говорил, целевая аудитория в основном она в Яндекс.Директе. И вот мы сейчас настраиваем рекламу именно этим способом. Где целевая аудитория, там и настраиваем рекламу. Вот. И поэтому у клиентов такие высокие результаты. Угу. Понял тебя. Еще вот такой вопросик. Назви пять причин, почему лучше вот сделать интернет-магазин под ключ, а не начать это делать все самому. Ты как эксперт уже в этой теме можешь ответить на такой вопросик? Да. Тут причин, знаешь, на самом деле больше. Так. Первая причина, почему интернет-магазин не надо делать самому, потому что ты из бизнесмена превращаешься в технаряд. Я уже объяснял, чем это плохо, чем это чревато. В общем, у тебя просто тратятся ресурсы не туда. Ты начинаешь копаться и в итоге теряешь время. Другие стартуют. Ты как бы не стартуешь. У тебя развивается со временем там небольшой комплекс неполноценности. Потом этот комплекс растет. И в итоге стартовать тебе сложнее. То есть вот это первая причина. Вторая причина. Первая причина – это ты тратишь свои ресурсы не туда. Вот. Вот. Вторая причина – это потерянное время ты его никак не вернешь. Ну да, время сейчас самый такой главный актив терять его, конечно. Да, вот тоже. Смотри, настройка магазина – это, как правило, установка движка, редактирование дизайна. Там, возможно, SEO какие-то настройки магазина. Заполнение товарами. Там прочие еще какие-то настройки. Плюс еще настройка рекламы, тестирование рекламы. Время. В принципе, вот не факт, что один человек может запросто со всеми этими вещами разобраться. Поэтому… У кого-то может на этот год уйдет там, например, да, чтобы все это сделать. Вот есть люди, которые два года тратят на цену, как я, например. Вот. Короче, фишка в чем. Вот если ты будешь всему этому учиться, ты со временем станешь экспертом, но ты будешь бедным экспертом. Потому что чему ты научился уже, может быть, и не надо было, да, учиться? Уже все поменялось. Да, да. То есть вот, пока ты обучаешься, люди просто берут и забирают твои миллионы себе. То есть ты грамотный, знающий, но, блин, стоит ли оно того? Если ты будешь людей там со временем консультировать по всем этим моментам, люди тебе будут за это платить, ну, в принципе, тогда тебе повезло. Но опять же, вторая причина – это трата времени. Вот. Вот почему не надо? Дальше. Третья причина – это то, что вот взгляд замыливается. Ты начинаешь забывать о таких вещах, что продает не дизайн, продает магазин, продает описание товаров детальных, продает реалистичные фотографии. Это вот только несколько параметров из того, что я назвал. Вот это то, что продает. Продает не дизайн, продает маркетинг. И когда ты делаешь магазин сам, вот у тебя взгляд замыливается, и ты сосредотачиваешься больше на непродающих вещах. Вот можете мне возразить, в принципе, но я знаю, что по факту это так. Когда ты делаешь магазин сам, вот взгляд замыливается. Ты перестаешь понимать… Да, да, есть такое, есть такое, согласен. Небольшой примерчик, да, когда несколько лет назад я делал интернет-магазин по игрушкам. Я пытался сделать его оригинальным. Как раз вот эти первые три причины, которые я назвал, они полностью убили вот этот бизнес. То есть мой интернет-магазин игрушек в то время он не стартовал никак. Вот. Четвертая причина – это сложность в привлечении рекламы и трафика. То есть либо ты выделяешь минимум два месяца нормальному обучению и освоению навыков рекламы, месяц-два как минимум, либо ты лучше рекламу не делай. Потому что придешь деньги. Потому что ты будешь, опять же, тратить всю энергию, будешь питать какие-то надежды, а реклама, когда они срабатывают, ты постепенно угасаешь, опускаешь руки и вот все. У тебя не получилось, значит стартовать как-то не буду. Да, то есть это получается выгорание, как бы ничего не получилось и в итоге деньги слил, результатов нет, то есть мотивации уже тоже нет никакой. Многие как-то сливаются. Пятая причина – это то, что ты можешь закупить товар, но он продаваться не будет. Один из примеров клиентов – это когда клиент, ну вот он еще до нас закупил партию «Треберутик», которые когда-то у кого-то пошли очень хорошо, прям вот их разбирали как елки под Новый год, они очень хорошо продаваются. Он закупил себе партию на 200 тысяч рублей и, соответственно, из этих, из этой партии продалась только, по-моему, одна пятая часть, то есть четыре пятых вот этих вот ручек, которые нахрен тебе никому не нужны, они у него до сих пор лежат в гараже. И ладно, что они уместились там в гараж, потому что если бы он взял партию больше, ему бы пришлось помещение арендовать, а это уже затраты на аренду. А если ты берешь вообще огромные партии товаров, не прочитав все это уже на сотрудников вклада и, в общем-то, прочих гема, которые на начальном этапе, ну, совершенно не нужен. Ну да, да, это, конечно, большие затраты, да, и не окупаемость. Почему мы вообще делаем интернет-магазины не только для себя, но и для наших клиентов? Вот уровень, когда нам больше интересен товарооборот. Вот, и, соответственно, соответственно, вот когда мы сделали интернет-магазины для себя, они работают нормально все. Но когда ты подключаешь к этому бизнесу партнеров, то есть вот наши клиенты, они становятся нашими партнерами, у них есть продажи, у нас растет товарооборот, клиенты получают прибыль, мы тоже, соответственно, при деньгах, то есть стратегия. Вот, и здесь такой большой плюс обнаружился. Клиентам не надо закупать партии товара, которые потом висит мертвым грузом. То есть вот пятая причина… Ну вот это да, это самый интересный такой момент. Вот пятая причина, она как-то нафиг исчезает. И у людей все четко. То есть вот есть заказ, мы им отгружаем товар, и товар уходит клиенту. Все. Все четко. Ну вот это классно, что у человека получается нет этого товара на руках, то есть ему не надо это все где-то хранить, складировать, там все это делать. То есть он чисто занимается привлечением клиентов и уже получением прибыли, как говорится. Ну да, там как простоквашина, зачем это нам гуталин, да? Ситуации, как там у Кота Матроскина с гуталином не будут. Ну это да, да. Так, ну и вот такой вопросик еще. Сколько это все стоит? Дорого это или дешево? То есть как это все человеку подключить, как это все настроить? То есть сколько примерно это обойдется на первых парах, вот если начать это делать? Ну смотри, любой бизнес он требует инвестиций. То есть понятное дело, что вот здесь вот если промониторить предложение на рынке, есть предложение и дешевле, чем наше, и дороже, чем наше. Минусы у дешевых предложений в том, что там вот тебе сделали интернет-магазин, а дальше крутись как хочешь. То есть тебе его не докрутят, не проконсультируют, не будут сопровождать, не будут допускать, не будут делать рекламу под ключ. В то же время иногда бывает ситуация с предложениями, которые дороже, чем наши. То есть вот просто интернет-магазин, просто движок, а дальше уже ну делай, что хочешь. Вот мы решили сделать то, что вот находится там так посередине. То есть предложение, которое стоит нормально для бизнеса и которое купается достаточно быстро и при этом вот по такой цене нам его достаточно выгодно предлагать. То есть когда мы делаем интернет-магазин для наших партнеров, мы им предоставляем готовые склады, чтобы не было ситуации с глуталином. То есть чтобы вот человек не закупал парки товаров. Мы запускаем магазин, запускаем, наполняем его товарами, плюс учитываем пожелания клиента, чтобы он добавил товары, которые ему нужны, которые он считает нужным. То есть такая возможность тоже есть. Дальше этот интернет-магазин полностью передаем клиентам. Мы мониторили рынок и видели предложение, когда магазин остается у разработчиков. То есть они отдают свой домен третьего уровня, но сам магазин он у них находится. Этот магазин они могут себе обратно собрать. Мы вот магазин отдаем полностью клиенту. На твоем домене. Это правильно, да? То есть чтобы все было у клиента, все было наглядно и видно. Да. Просто вот когда ты относишься к партнерам как к марионетке, которую можно дербить до ниточки, это уже не то. То есть ты у человека убиваешь свободу выбора, он не вырастет в бизнес-партнера. А когда ты предоставляешь человеку свободу, бизнес полностью в его распоряжении и там поддерживаешь его. Да, вот мы поддерживаем клиента в течение года. Запускаем рекламу, запускаем магазин и поддержка годовая идет. Вот в этом случае человек растет из обычного человека в бизнес-плен, у него меняется мышление. Он начинает думать о том, куда выгодно инвестировать средства, заработанные с интернет-магазина. Он начинает понимать, что когда человек работает по найму или ведет бизнес, который не выгоден, он начинает понимать, что есть другой пункт. Он просто перестает делать действия, которые до этого у него не работали. В этом плане есть такая очень хорошая фишка. Вот у нас цель в следующем году сделать 10 миллионеров, которые делают по миллиону чистой прибыли каждый месяц. А человек не станет миллионером, если ему не дают свободу выбора. Если его, скажем так, где-то ограничивают. В то же время мы как бы из клиентов делаем партнеров, в которых бизнес полностью в их распоряжении. Мы даем им нужную свободу и даем инструкции, что нужно делать, чтобы бизнес развивался. То есть обучаемость. И в итоге получается, если человек хочет зарабатывать больше, он должен в первую очередь взять на себя ответственность за свои действия. То есть когда человек, его заставляешь делать что-то по инструкции, он боится. Боится, что не получится. Это все потому, что он боится взять на себя в первую очередь ответственность за поступки. Наши клиенты, они такую ответственность сначала боятся брать, но потом все равно берут. Почему? Потому что у них есть страховка. То есть они сделали, если что-то не получилось. У них есть годовая поддержка, где они могут задать вопрос, получить ответ, получить решение. И в итоге ошибка становится не страшной. То есть вот ошибся, ну ладно, бог с ней, вот сейчас все исправим. И сделаем так. Это отлично, да. То есть у клиента уже получается на своих пробах и ошибках уже опыт вырабатывается. И в дальнейшем он уже как бы не боится этого дела, да, получается. Да, но вот самое главное, да, это не столько опыт, сколько вот то, что человек не боится действовать. Ну да, это самое главное, да. Понимает, что вот да, может где-то накосячить, но это ведь не смертельно. Это наоборот хорошо. Тем более, вот мы уже более 5 лет занимаемся конкретно интернет-магазинами и выработали систему, в которой основные типичные ошибки, вот они уже либо исключены, либо мы в инструкции сразу говорим, что вот это делать не надо. То есть уже есть проверенные шаги, которые не нужно совершать, как говорится. Люди просто экономят свое время, то есть они знают об этих ошибках без их совершения, и они стартуют быстрее. Вот в этом еще, потому что в бизнесе важна скорость принятия правильных решений. Ну это да, согласен. Это правильные действия. Так, и вот еще такой вопросик. Вот если ты уже говоришь, что идете это дело долго, то есть уже несколько лет занимаетесь интернет-магазинами, есть уже какие-то примеры успеха твоих клиентов, то есть у кого-то что-то уже получилось, кто-то уже вырос, на какой-то уровень вышел, большой доходом? Ну, смотри, вот последние кейсы, они связаны с низшей именно магазина автозапчастей. То есть у нас есть кейсы, когда люди старше 50, да, причем неважно как мужчины, так и женщины, они получают заявки. В этом этапе они заявки прозванивают сами, то есть получили 10 заявок, там собрали силами, прозвонили. Вот, есть люди, у которых получается там с первого раза вот запустили рекламу, 30-40 заявок на автозапчасти различные поступают. В этом случае им помогает уже менеджер. Вот, и в последнее время, вот ближе к следующему году, да, нарастает такая тенденция, что растет спрос не только на автозапчасти, но и на автохимии, и заявок становится в разы больше. То есть люди просто не успевают справляться с заявками, а там средний чек примерно 3-5 тысяч рублей, в некоторых случаях больше. Вот, если взять хотя бы там 3 тысячи рублей средний чек и 10 заявок, да, уже 30 тысяч рублей. Если 20, то уже 60 тысяч рублей. Если из этого там выкинуть расходы, то получается где-то примерно 40-50 тысяч рублей прибыли. Вот, это чисто по оставленным заявкам. Там часть из них оплачивается, часть не оплачивается. Но вот у нас есть кейс, к сожалению, человек, она попросила не называть своего имени. В одном из мастер-классов мы показываем скриншот. То есть у нее там получилось за 5 дней порядка 90 тысяч рублей. То есть вот там заявки были каждый день, но оплаты были по 30 тысяч рублей. Вот из 5 дней там был на первый день оплата по тридцатке, на третий, по-моему, на четвертый. Это уже числе прибыли она получила, да? Да, это уже оплаты конкретные. То есть не заявки, а вот то, что поступило на кошелек. Это Москва. Здорово, да. И очень радует. То есть вот человек с зарплаты там 15 тысяч рублей, грубо говоря, взял и сделал среднюю московскую зарплату за 5 дней. Ну, отличный результат, да. Да, это прикольно. Тем более, знаешь, многие люди говорят, что вот, блин, у меня, наверное, не получится, потому что я слишком старый, или потому что я слишком молодой, неопытный, и все это бред. Вот человек, если он уже получил паспорт, у него личность более-менее сформировалась, как правило. То есть все зависит от человека. Ты можешь сказать себе, я не могу, и, блин, просто, вот я не знаю, просто в самом расцвете сил себя как бы похоронить и ходить как, ну, я не знаю, жить как ходячий труп. Сказать себе, я не могу это сделать, и на самом деле у тебя ничего не получится. С другой стороны, с другой стороны, есть люди, вот это, знаешь, типичные российские пенсионеры, на которых все забили, да, там, дети относятся к ним потребительски. Внуки более-менее любят, но, тем не менее, тоже на них забивают, да. Вот у нас был кейс, когда вот такая типичная пенсионерка, она вот жила там, ну, не знаю, большую часть пенсии отдавала своим детям, внукам и жила на то, вот, короче, натуральном хозяйстве, да, там, то, что... Да, сама выросла там, да, с огорода, с сада. Я не знаю, например, кейс рассказывал немножко из другой темы, но вот я хочу показать, что все зависит от человека. Вот если ты не жалуешься и действуешь, то у тебя получается. Ты просто программируешь свое сознание на то, что у тебя получится. Потому что вот здесь у нас... Да, да, я согласен с тобой, это, в принципе, работает и везде. Работает, вот. Кто-то считает это мистикой, кто-то нет, но вот здесь вот у нас есть такой классный компьютер, если ты вводишь в него позитивную программу и настраиваешься на то, что у тебя все получится, у тебя все получается. Если нет, ну, значит, нет. Ты сам тогда. Да, если ты ноешь, ходишь, как бы, что у тебя ничего нет, как бы, зарплата 10 тысяч, там, и пенсия, там, 3 тысячи только хватает на квартиру, то есть, там, и при этом ничего не делаешь, то есть, я думаю, и результатов потом не будет никаких. Конечно, ну вот, кто-то тебе сказал, что зарплата здесь, да, нафиг оно это надо. Кто тебе сказал, что если ты открыл свой бизнес и, там, сбухал в него полмиллиона, он приносит, там, 30-50 тысяч рублей прибыли, все остальное это затраты, расходы, минусы и так далее. Кто тебе сказал, что это навсегда? Блин, возьми, соберись и начни действовать, потому что сейчас в мире бизнеса есть очень много решений, которые достаточно практичные и которые помогают избежать типовых трудностей. Самое главное это начать мыслить немножко по-другому, увидеть эти решения и, ну, начать бизнес, который действительно деньги приносит. Вот и все. Вот решился и сделай это все. Да, да, конечно. Тебе надо тренироваться так, как тренируются для получения черного пояса по карате, да, то есть, ну, весь день долгие годы. Хочешь это все побыстрее сделать, то лучше все это делать в команде с помощниками, с тренерами. Отлично, я понял тебя, да, то есть, все нужно будет, то есть, продумать, то есть, все это сделать, как говорится, и идти вперед, не задумываясь, как говорится, сложности, которые предстоят нам. К тому же, если уже есть все кейсы, все готовая система, то есть, то есть, следует только инструкциям и все получится, я так думаю. Да, согласен. Тут вот еще видишь какой момент, когда ты работаешь над результатом с тренером, у тебя есть, блин, больше возможностей, чтобы добиться большого результата. Вот, люди, которые хотят накачаться профессионально, да, допустим, те же культуристы, они тренируются по особой программе с тренером. Да, да, согласен, с тренером всегда продуктивнее получается. У них реально крутые результаты. Спортсмены, которые добиваются первых мест, выигрывают соревнования, они тренируются не сами, они всегда работают с тренером. Не важно, тренер в форме или не в форме, но он тренер, он знает, как добиться результата, и вот, работая с тренером, результаты получаются в десятки раз быстрее и лучше. В бизнесе точно так же. Да, согласен, на сто процентов, то есть без тренера, без куратора какого-то, то есть все равно результаты идут немного медленнее, возможно, они вообще не дойдут до результата, то есть то, что ты планировал как бы сделать. Ну да, там тысячи причин чтобы слиться. Лень там тебя замает, короче, и так ничего не сделаешь. Ну давай подрезюмируем тогда наш разговор, то есть вот это твой, получается, комплект уже готовый, да, существует, где уже все это разобрано, как это все сделать, как запустить свой интернет-магазин, как поработать уже в команде, как говорится, с тренером, все это настроить в ближайшие сроки, то есть без заморочек технических, да, получается? А давай вот специально для твоих подписчиков сделаем предложение лучше. Смотрите, друзья, если вы хотите начать свой бизнес, вот у нас есть такое решение, когда мы делаем вам интернет-магазин под ключ. То есть вы сами не заморачивайтесь над его настройкой, мы все делаем за вас. Наполняем товарами, но вам оставляем возможность выбрать те товары, которые вам нужны. То есть если у вас есть на примете что-то, вы берете это, что-то добавляете. Дальше. Это не просто услуги подключат, еще, как я говорил, работа с тренером. То есть после начала работ мы с вами проводим первую базовую конкультацию, даем инструкции, что делать, и сами начинаем работу параллельно. Вы делаете базовые вещи для старта бизнеса. То есть выбираете товар, придумываете домен и так далее. Магазин готов, мы его вам отдаем, вы им наслаждаетесь. Дальше мы для вас запускаем рекламу под ключ от А до Я, чтобы у вас был поток заявок. После этого у вас есть годовая поддержка от нас. То есть целый год вы получаете от нас совет, рекомендации, консультации по мере необходимости. В общем, все, что нужно для поддержки. То есть как тренер поддерживает спортсмена точно так же. Чтобы у вас были мощные результаты. Мы предоставляем вам склады, в которых ваши клиенты будут получать заказы. То есть вам нужно арендовать склад. Вы получаете от нас менеджеров, которые будут обрабатывать заказ. Вам поступил заказ. Если вы не хотите по нему звонить, то берете менеджера. Менеджер позванивает ваши заявки. Бывают случаи, когда люди специально на первое время менеджеров не берут. То есть вот они хотят сами попробовать, сами позвонить. Ну, это ваше право. Это ваш опыт. И если у вас есть такое желание, вы можете это сделать. А потом уже все делать менеджеры, чтобы у вас было время развивать интернет-магазин. Смотреть нужные тренды. Добавлять новые товары. Анализировать, на что будет дальше спрос. Работать со специалистом по рекламе, который будет улучшать вашу рекламную кампанию. И делать так, чтобы у вас было больше заявок. То есть вы будете смотреть его отчет. И дальше, в общем-то, он будет улучшать вашу рекламную кампанию. Вы ему будете рекомендовать, возможно, какие-то новые тренды. Как эти тренды находить, вы вас обязательно научите. То есть вот сначала самый легкий старт. Потом запускается рекламная кампания. Вы получаете заявки. То есть уже зарабатываете. А далее бизнес развиваете. Вот. Старт под ключ. Запуск рекламы под ключ. Товары с наших складов. Менеджеры, которые будут вам помогать. Ну и полная возможность для легкого и комфортного развития своего бизнеса. Чтобы вы и сами росли, и чтобы ваш бизнес тоже рос. Чтобы вы развивались вместе с вашим бизнесом. Ага. Ну вообще супер классное предложение. То есть я потом к тебе тоже запишусь в эту программу. Вот. И еще хотел бы узнать такой вопрос. Человек возникнет. Через сколько, например, окупается вот это все вложение? То есть через какое время примерно он отобьет все вот эти вот свои вложенные деньги в этот бизнес? Блин. Хороший вопрос. Смотри. Я сейчас не буду говорить, что вы гарантированно там окупите все за один день. Это такое тоже бывает. Но вот у каждого все окупается по-разному, но окупается. Кто-то окупает при инвестиции за месяц-два. Это средняя цифра. Кто-то вообще там за три недели окупает. То есть вот здесь вот очень многое зависит еще и конкретно от тебя. Ну конечно. Все равно. То есть если ты лег на диван, как говорится, и сказал все, у меня магазин готов. Я, короче, ничего не делаю. У меня все настроено. Вот смотри. Допустим, вот ты, Вячеслав, у тебя есть уже свой бизнес информационный. Ты уже понимаешь, что для того, чтобы была большая прибыль надо инвестировать. Ну да, да. Тебе с одной стороны просто. С другой стороны не расслабляй булки и действуй еще активнее. Потому что у тех, у кого уже есть бизнес, они начинают думать, что сейчас я возьму еще один бизнес готовый под ключ, мне все настроят и можно будет плыть по течению. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Тебе надо сейчас, наоборот, ускориться. У тебя были результаты выше среднего. Раза в два-три. Это да, да. С 8, конечно. Да. Вот для новичков, в принципе, ну как ни странно, та же рекомендация. То есть вот если ты новичок, то тебе надо тоже ускориться, собраться. Но вот здесь вот используй мотивацию, в том числе и негативную. То есть вот если ты новичок и у тебя все плохо, да, используй это не для того, чтобы ныть, а для того, чтобы показать. Вот, блин, вот эта херовая ситуация, она меня достала. И я сейчас покажу, что я действительно чего-то стою, и я смогу сделать так, что этот бизнес заработает. Да, или, допустим, вот есть люди, которые хотят открыть бизнес, но вот им не дает это сделать окружение. То есть они говорят, ты чё, ничего у тебя не получится, они вон все какие миллионеры, у них бабла немерено, вот и открывают там всякие бизнесы, шмизнесы. А ты кто такой? Ну иди устройся на нормальную работу, ёлы-палы. Ну да, да, это общественное мнение тоже бывает, что на людей влияет сильно. Тут не то, чтобы общественное мнение, иногда близкие люди вот так вот гадят. Ну да, да. Тысячку хуже, конечно. Это очень прикольно. Вот постарайтесь эту боль использовать для того, чтобы доказать человеку, который не дает вам двигаться, доказать, что он не прав. Вот реально не прав. Если это плохой человек, докажите ему по-плохому, так, чтобы он вот заткнулся и чтобы опустить его ниже принцессу, докажите, что вы, блин, действительно мощный, могучий человек. Если вы… Они обычно замолкают. Обычно, говорю, замолкают, когда ты показываешь свои результаты уже, вот тогда они начинают уже по-другому с тобой разговаривать. Да, да, да. Sorry, я заболтался опять. Короче, вот если ты уважаешь человека, но он тебя тянет вниз, тогда ему стоит, вот как раз, как ты и сказал, показать свои результаты, а дальше он вот пусть, что хочет, то и делает. Но ты свое дело сделал. Вот здесь для новичков очень важны эмоции. Эмоции. Вот если хочется обидеться, ты, блин, обидься, но так, чтобы это тебя завело, не распустило, а так, чтобы вот это яс, вот эта злость, чтобы она помогла тебе стартовать. И вот на этом, кстати, очень много новичков выезжают. То есть вот они преодолевают барьер невозможного. открывают свой бизнес, у них все четко. Ну все, отлично, я понял тебя. Получается, вот у тебя уже есть готовая система, то есть людям теперь останется только записаться, как говорится, на консультацию. Смотрите, друзья, если вас заинтересовала эта тема, то вы можете либо задать вопрос в службу поддержки, либо оставить заявочку, либо сразу же перейти на мастер-класс, в котором я показываю, как делать шестизначные суммы на интернет-магазинах. То есть вот под этим видео будут специальные кнопочки и наши контакты, звоните, обращайтесь и записывайтесь на мастер-класс. Лучше всего записаться на мастер-класс и после этого многие ваши вопросы отпадут, а те вопросы, которые останутся, они наоборот помогут вам быстрее стартовать. То есть это будут вопросы по делу. Но в любом случае спасибо за внимание, это был действительно ценный эфир. Вячеслав, тебе огромное спасибо. Тебе спасибо, Рашид, за такую интересную информацию, за такую интересную возможность, которую можно открыть для себя. То есть новый бизнес, новые перспективы и, как говорится, новые денежки, которые еще, может быть, вы не заработали, но в перспективе, я думаю, они будут не маленькие. Ну, согласен. То есть, друзья, вот напоследок что хотел бы пожелать. Если у вас в голове нет четкой цели, то поставьте ее, а потом умножьте на 10. Просто, грубо говоря, вот у вас есть цель сделать там 100 тысяч рублей. Дорисуйте к этой сотне еще парочку нулей, и пусть это будут там не рубли, а, допустим, доллары или евро. Вот тогда дело пойдет веселее. То есть немножко так… Возьмите себе мозг, и вы увидите, что у вас появится дополнительная мотивация. Вы сможете действовать по-другому. То есть не так, как планировали, а гораздо круче, гораздо ярче, гораздо веселее. И вот я от души вам желаю, чтобы вы прямо сейчас, вот с этой минуты, начиная, да, прочувствовали вот весь этот позитив, ощутили драйв, который поможет вам действовать. Пусть этот драйв сохраняется с вами как можно дольше. Вот. Смотрите это интервью, можете еще раз пересмотреть. Подписывайтесь на мастер-класс. Но перед этим напишите свою цель и добавьте к ней пару нулей. Желательно смените валюту. Да, обязательно напишите где-нибудь ее на листочке, повесьте перед собой, да, и каждый день добивайтесь, как говорится, этой цели. Все цели, которые в голове, которые мы не прописываем, не ставим, то есть они не достигаются обычно. А если вы это все где-то завизуализируете, как говорится, то есть обязательно эту цель достигнете и все у вас получится. Спасибо тебе, Рашид, за интервью. Вот главное сделать первый шаг. То есть вот первый шаг он прямо под этим видео, ну или справа, или слева, да, смотря как, где разместим. Короче, рядом с этим видео будет кнопочка, записывайтесь на мастер-класс и там уже продолжим эту тему. Всем спасибо, да, за то, что послушали наш эфир. Давайте жмите на кнопку, ждем вас на мастер-классе. Все, всем пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.